добрый день в этом видео мы с вами поговорим о важности правильного питания для поддержания здоровья сосудов и предотвращения варикозного расширения вен вы узнаете о том как витамины антиоксиданты омега-3 жирные кислоты и пищевые волокна могут помочь вам укрепить стенки сосудов улучшить кровоток и снизить воспаление оставайтесь с нами чтобы узнать какие продукты стоит включить свой рацион чтобы поддерживать здоровье вен и чувствовать себя лучше здоровье вен играет ключевую роль в общем состоянии организма обеспечивая нормальное кровообращение и доставку кислорода и питательных веществ к органам и тканям одним из наиболее распространенных заболеваний вен является варикозное расширение которое не только влияет на внешний вид ног но и может привести к серьезным серьезным медицинским осложнениям важно понимать как можно предотвратить развитие этого заболевания и укрепить здоровье вен с помощью правильного питания и образа жизни варикозное расширение вен это состояние при котором вены обычно на ногах становятся увеличенными и перекрученными это происходит из-за слабости венозных клапанов которые должны предотвращать обратный ток крови когда клапаны не работают должным образом кровь начинает скапливаться в венах что приводит к их расширению и деформации причины варикоза могут быть различными включая генетическую предрасположенность длительное состояние на ногах избыточный вес беременности и сидячий образ жизни симптомы варикоза включают ощущение тяжести и боли в ногах отёги зуд и образование видимых синих или фиолетовых вен под кожей хотя варикозные вены могут казаться исключительно косметической проблемой это состояние может иметь и серьезные медицинские последствия среди них повышенный риск тромбоза образование язв на коже кровотечения и хронической венозной недостаточности важно не игнорировать симптомы и принимать меры по укреплению вен и улучшению кровообращения одним из ключевых фактором способствующих поддержанию здоровья вен является правильное питание поэтому важно включать в свой рацион продукты которые будут способствовать улучшению кровообращения и поддержанию общего здоровья сосудов и начнем мы друзья с витамина c к также витамин c известны как аскорбиновая кислота является одним из самых известных и важных витаминов для поддержания здоровья организма он играет ключевую роль в поддержке иммунной системы синтезе коллагена и защите клеток от повреждений особое значение витамин c имеет для здоровья вен и капилляров помогая укрепить их стенки улучшить эластичность и уменьшить воспаление стенки вен и капилляров состоят из нескольких слоев один из которых включает коллаген это структурный белок обеспечивающий прочность и эластичность сосудов витамин c играет критическую роль в синтезе коллагена стимулируя его производство и поддерживая структуру сосудов это особенно важно для вен которые должны выдерживать значительное давление крови и обеспечивать ее отток к сердцу недостаток витамина c может привести к ослаблению стенок сосудов что увеличивает риски их повреждений и развития таких состояний как варикозное расширение вен укрепляя стенки капилляров и вен витамин c помогает предотвратить их расширение и деформацию что является важным фактором в профилактике варикоза витамин c является и мощным антиоксидантом что означает его способность нейтрализовать свободные радикалы нестабильные молекулы которые могут повреждать клетки и ткани включая сосудистую стенку антиоксидантные свойства витамина c помогают защитить вены и капилляры от оксидативного стресса и воспаления которые могут способствовать развитию варикоза и других сосудистых заболеваний свободные радикалы могут возникать в результате воздействия факторов окружающей среды такие как загрязнение воздуха курение ультрафиолетовое излучение а также в результате внутренних процессов например воспалительных реакций включение в рацион продуктов богатых витамином c помогает защитить сосуды от этих вредных факторов для поддержания оптимального уровня витамина c в организме рекомендуется регулярно включать в рацион продукты богатые этим витамином и к каких число относятся цитрусовые фрукты те же апельсины лимоны грейпфруты мандарины они не только вкусный но и легко доступны в любом магазине далее киви киви содержит больше витамина c на 100 грамм чем апельсин далее красный перец болгарский перец особенно красный он богат не только витамином c но и другими антиоксидантами такими как бета-каротин далее свежие зеленые овощи и браколи шпинат бруссельская капуста все это является отличными источника витамина c и других полезных веществ далее ягоды клубника малина черная смородина также богаты витамином c и обладают антиоксидантными свойствами регулярное потребление этих продуктов помогает поддерживать необходимый уровень витамина c в организме что способствует укреплению сосудов и улучшению общего состояния здоровья витамин c является водорастворимым витамином что означает что он накапливается в организме и должен поступать с пищей ежедневно поэтому рекомендуемая суточная норма потребления витамина c для взрослых составляет 75 90 миллиграмм зависимости конечно же от пола и возраста однако при повышенных физических нагрузках стрессе или заболеваниях потребность витамина c может увеличиваться стоит также отметить что избыточное потребление витамина c а это более 2000 миллиграмм в день может вызвать побочные эффекты такие как желудочно-кишечные расстройства поэтому важно соблюдать балансы и получать витамин c из разнообразных источников пищи далее витамин е также известный так как токоферол является жира жира растворимым витамином обладающим мощными антиоксидантными свойствами он играет ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы защищая клетки от повреждений и поддерживая нормальное функционирование сосудов важность витамина е трудно переоценить так как он способствует укреплению стенок сосудов улучшает кровообращение помогает предотвратить образование тромбов одной из основных функций витамина е является его способность укреплять стенки кровеносных сосудов сосуды включая артерии и вены состоят из нескольких слоев клеток которые должны быть эластичными и прочными чтобы выдерживать давление крови витамин е помогает поддерживать целостность этих клеток предотвращая их повреждения и износ витамин е защищает клетки сосудов от оксидативного стресса вызванного воздействием свободных радикалов эти нестабильные молекулы могут вызывать повреждения клеточных мембран что может привести к воспалению и ослаблению стенок сосудов антиоксидантные свойства витамина е помогает нейтрализовать свободные радикалы защищая сосуды и снижая риск развития различных сосудистых заболеваний включая варикозное расширение вен и атеросклероз витамин е играет важную роль в поддержании нормального кровообращения он способствует расширению кровеносных сосудов что улучшает кровотоки и обеспечивает лучшее снабжение ткани кислородами и питательными веществами это особенно важно для периферических сосудов которые могут пострадать от недостаточного кровоснабжения кроме того витамин е помогает предотвратить и склеивание тромбоциток клеток крови которые участвуют свертывание это свойство витамина я особенно важно для предотвращения образования тромбов которые могут блокировать кровотоки и проводить к серьезным заболеваниям такими как инсульт и инфаркт витамин е не синтезируется в организме поэтому важно получать его из пищи существует множество продуктов богатых витамином я который можно легко включить ежедневный рацион первое это орехи сюда относятся миндаль фундук арахис грецкие орехи они богаты полезными жирами которые помогают в усвоении этого жира растворимого витамина далее семена подсолнечника один из самых богатых источниках витамина е их можно употреблять в сыром виде добавлять в салаты или использовать в виде масла далее растительные масла сюда относятся оливковое подсолнечное кукурузное и соевое масло содержит большое количество витамина е они могут использоваться для приготовления пищи или в качестве заправки для салатов зеленые листовые овощи шпинат браколи другие зеленые овощи содержит витамин е хотя в меньших количествах по сравнению например с орехами и маслами далее авокадо именно авокадо этот плод который является не только виска источником витамина е но и богат мононенасыщенными жирами которые полезны для сердца рекомендуемая суточная норма употребления витамина е для взрослых составляет около 15 миллиграмм однако потребность в этом витамин витамине может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и условий жизни так как уровень физической активности и состояния здоровья избыток витамина е может может вызвать и побочные эффекты такие как кровотечение поэтому важно не превышать рекомендованные дозы особенно при приеме пищевых добавок лучше всего конечно же получать витамин е из натуральных продуктов который также содержит другие полезные вещества и антиоксиданты далее омега-3 жирные кислоты они являются незаменимыми поле ненасыщенными жирными кислотами которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы эти полезные жиры не синтезируются в организме и должны поступать с пищей омега-3 жирные кислоты в частности доказалексеиновая кислота и эйкозапентаеновая кислота оказывают множество положительных эффектов на здоровье включая улучшение кровотока снижая воспаление и укрепление стенок сосудок омега-3 жирные кислоты способствуют улучшению кровообращения что особенно важно для поддержания нормальной функции сердца и сосуда эти кислоты помогает снизить вязкость крови что облегчает ее течение по сосудам и снижает риск образования тромбов улучшенный кровоток способствует и лучшему снабжение ткани кислородом и питательными веществами что особенно важно для органов и тканей испытывающих высокие энергетические затраты такие как мозг и сердце омега-3 жирные кислоты также обладает способностью снижать уровень триглицеридов в крови что является важным фактором в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний высокий уровень триглирицидов ассоциируется с повышенным риском атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов одним из ключевых свойств омега-3 жирных кислот является их противовоспалительное действие воспаление это естественная защитная реакция организма на повреждения и инфекции но хроническое воспаление может приводить к повреждению тканей и развитию заболеваний включая атеросклероз и варикозное расширение вен омега-3 жирные кислоты способствуют снижению воспаления блокируя синтез провоспалительных молекул такие как цикотины и эколозанаиды это действие помогает уменьшить воспалительные процессы в стенках сосудов что способствует снижению риска их повреждения и развития сосудистых заболеваний кроме того омега-3 жирные кислоты помогают регулировать артериальное давление предотвращая гипертония одной из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний регулярное потребление омега-3 жирных кислот способствует поддержание нормального давления и снижению нагрузки на сосуды существует множество продуктов богатых омега-3 жирными кислотами которые можно легко включать ежедневный рацион основные источники омега-3 включают рыба сюда относится лосось скумбрия сардины сельдь все это является отличными источниками двух наиболее полезных форм омега-3 жирных кислот далее льняное семя льняное семя она богата является богатым источником альфа линоленовой кислоты которая является растительной формой омега-3 и льняное семя можно добавлять в йогурт и в каши использовать в виде льняного масла далее орехи грецкие орехи они очень богаты омега-3 жирными кислотами они также содержат антиоксиданты белки и витамины что делает их отличным вариантом для перекуса или добавления в салаты и блюда далее семена чья эти маленькие семена являются отличным источником омега-3 а также богаты клетчаткой и белком чьи семена можно добавлять смузи йогурты или просто использовать выпечки далее масло это рапсовое масло соевое масло масло из грецкого ореха также содержит омега-3 жирные кислоты и могут быть использованы для приготовления пищи или в качестве заправки для салатов далее антиоксиданты антиоксиданты это вещества которые защищают клетки организма от повреждений вызванных свободными радикалами это эти нестабильные молекулы могут вызывать оксидативный стресс который будет способствовать развитию воспаления и повреждению клеток включая стенки кровеносных сосудов оксидативный стресс является одним из ключевых факторов способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний включая теросклероз и варикозное расширение вен витамины а и c являются мощными антиоксидантами и играют важную роль в защите сосудов и поддержание их здоровья витамин а также известный как ретинол выполняет множество функций в организме включая поддержку зрения иммунной системы и здоровья кожи в контексте сосудистой системы витамин а играет важную роль в поддержании структуры и функции стенок сосудов он способствует регенерации тканей и клеток укрепляет стенки сосудов и защищает их от повреждений витамин а обладает антиоксидантными свойствами нейтрализуя свободные радикалы и снижая воспаление в сосудах это особенно важно для предотвращения окисления липидов в крови которая может привести к образованию атеросклерических бляшек на стенках артерий включая включение в рацион продуктов богатых витамин c такие как морковь сладкий картофель шпинат помогут поддерживать здоровье сосудов и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и так источники антиоксидантов первые друзья это ягоды сюда относятся черника малина клубника черная смородина далее овощи с яркой окраской это морковь красный перец помидоры сладкий картофель богаты каротиноидами это мощные антиоксиданты которые превращаются витамин а в организмы именно такие овощи помогают поддерживать здоровье кожи зрение и сосудов далее зеленый чай цитрусовые фрукты зеленые листовые овощи сюда относится и шпинат и капуста другие зеленые листовые овощи они все богаты антиоксидантами включая витамины а и c а также фитохимикаты которые помогают защитить клетки от повреждений далее флавоноиды эта группа фитохимических соединений которые широко распространены в растительном мире и играет важную роль в поддержании здоровья человека эти соединения известны своими мощными антиоксидантами и противовоспалительными свойствами что делает их особенно полезными для здоровья сердечно-сосудистой системы флавоноиды помогает улучшить кровоток укрепить стенки сосудов и снизить воспаление что является ключевым фактором в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний включая варикозное расширение вен фламоноида обладает вазу дилатирующими свойствами что означает их способность расширять кровеносные сосуды это действие помогает улучшить кровоток снижать давление на стенки сосудов и способствует лучшему снабжению ткани кислородом и питательными веществами улучшение кровообращения особенно важно для периферических сосудов которые могут страдать от недостаточного кровоснабжения какие сюда являются продукты питания которые являются источниками флавоноидов это ягоды черника клубника малина ежевика черная смородина они обладают мощными антиоксидантами и противовоспалительными свойствами как вы знаете ягоды не только вкусные но и полезны для сердца и сосудов далее черный шоколад но черный шоколад с высоким содержанием какао не менее 70 процентов является богатым источником флавоноидов таких как флавонол эти соединения помогают улучшить кровоток снизить артериальное давление и укрепить стенки сосудов далее красное вино цитрусовые фрукты и зеленый чай далее пищевые волокна или клетчатка не тоже является неотъемлемой частью здорового рациона клетчатка представляет собой сложные углеводы которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах пищеварительного тракта но оказывают значительное влияние на здоровье организма она делится на два типа растворимую и нерастворимую и оба эти типа играют важную роль в поддержании нормальной работы кишечника предотвращение из-за опоров и снижение риска развития варикозного расширения вен клетчатка способствует поддержанию здоровья кишечника улучшая его моторику и способствуя регулярному опорожнению растворимая клетчатка содержащиеся в овсянке во фруктах бобовых образует гелеобразное вещество при растворении воде именно это вещество помогает замедлить пищеварение и всасывание углеводов что способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови и предотвращает резкие скачки инсулима нерастворимая клетчатка присутствующая в цель на зерновых продуктах овощах и орехов добавляет объем каловым массам и ускоряет их прохождение через кишечник это помогает предотвратить запоры что является важным фактором для поддержания здоровья вен застой в кишечнике может создавать дополнительное давление на вены в области таза и нижней конечности что увеличивает риск развития именно варикоза существует множество продуктов которые богаты клетчатка но из них можно включать свой ежедневный рацион следующий первое это овсянка вы знаете что это является овсянка является отличным источником растворимой клетчатки которая помогает замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови далее фасоль и бобовые сюда относятся и фасоль и чечевица нут другие бобовые все это является источниками как растворимой так и нерастворимой клетчатки они помогают улучшить работу кишечника и поддерживает здоровый уровень сахара в крови далее ягоды овощи цельнозерновые продукты такие как цельнозерновый хлеб коричневый рис овсяные хлопья все они богаты нерастворимой клетчатка не помогают увеличивать объем каловых масс и улучшить перестатель к кишечника друзья мы надеемся что вы нашли информацию ту полезной и вдохновляющей не забывайте что забота о здоровье сосудов начинается с правильного питания и активного образа жизни подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями чтобы они тоже узнали о важных нутриентах для здоровья вен оставайтесь оставляйте свои вопросы и комментарии под видео мы всегда рады вашим отзывам до новых встреч будьте здоровы